всем привет сегодня я хочу разобрать очередной плосковерский бред бред о том что якобы нет никакого закругления горизонта на какую бы высоту мы не поднялись а так называемой шароверской теории закругления должно быть видно что же давайте разберемся начнем с официальной модели да из нее следует что чем выше мы поднимаемся тем заметнее должно быть закругление горизонта это элементарная геометрия с этим в общем то никто и не спорит но насколько сильным должно быть закругление плосковеры почему-то не хотят ни знать ни тем более вычислять давайте им поможем в этом как и любую задачу по геометрии и и можно решить это было многократно сделано и даже более того для этого уже придумали калькуляторы один из таких калькуляторов есть на сайте уважаемого и многим известного уолтера бислина калькулятор наглядные простой в использовании ссылку на него я оставлю в описании а теперь ненадолго отвлечемся и перейдем к доводам плосковеров они утверждают что сколько бы опытов не проводилось ни с дронами не с гелиевыми шарами кривизна не была замечена как я уже сказал проблема в том что не все понимают какая именно должна быть кривизна на той или иной высоте скажем на высоте полетов самолетов 10-13 километров кривизна настолько незначительно что ее почти невозможно заметить плюс дело осложняют сами экспериментаторы используя широкоугольные камеры gopro из-за этого возникает настолько сильное искажение картинки что измерять там становится попросту нечего в общем однажды пара плосковеров пришла к логичному выводу во первых высота наблюдений должна быть настолько большой насколько это возможно а во вторых нужно использовать камеру с объективом который не будет искажать картинку эксперимент проведен просто замечательно придраться мне к чему ссылку на эксперимент я оставлю в описании для тех кто не хочет смотреть все видео расскажу вкратце они запустили зонт на высоту около 100 тысяч футов или примерно 30 километров и снабдили его двумя камерами обычный gopro со стандартным объективом картинка с нее на видео верхней части и специально собранной для эксперимента камеры с объективом 7 и 2 миллиметра но не спешите радоваться и кричать что эксперимент показал что кривизна не обнаружено как это поспешно делают сами экспериментаторы давайте приглядимся картинки с нижней камеры не один это вижу нет ни один комментаторы по тем видео тоже это заметили ну мало ли вдруг нас всех зрение подводит поэтому давайте вернемся к нашему калькулятору и укажем исходные данные из эксперимента высота заявленных 100 тысяч футов они почти достигли но сразу после этого шар лопнул поэтому я взял кадр чуть пораньше где-то между 97 и 99 тысячами пусть будет 98 в метрах это будет 29 тысяч 870 зум берем значение из характеристик объектива 7.2 миллиметра для этой камеры соответствует 41 миллиметру полнокадровой камеры для тех кто не знает что такое эквивалент фокусного расстояния я оставлю ссылку на справочные материалы по основам фототехники поле зрения объектива здесь уже указано 47 градусов по горизонтали до кадр соотношения сторон 16 к 9 это соответствует полю зрения по диагонали примерно 55 градусов это значение калькулятор уже вычислил сам конечно тут может быть небольшая неточность неизвестно обрезалась ли картинка с камеры на монтаже и проводились ли еще какие-либо действия с кадром при создании ролика допустим все честно и мы видим все как есть остальные значения роли не играют это нужно только для имитации наклона самой камеры на зонде их я выставил так чтобы они из насколько это возможно совпадали с выбранным кадром вам не кажется что кривизна хоть и небольшая но тем не менее очень даже хорошо видно а теперь сделаем последнее действие совместим картинку с камерой и из калькулятором главное при этом ни в коем случае не менять пропорции изображений иначе таким образом можно было бы натянуть любое изображение на какую угодно кривизну в общем смотрим что получается покажу вам с плавным переходом так лучше видно как вам результат практически полное совпадение кривизна не только есть но она еще и именно такая какая должна быть на такой высоте как говорится шах и мат плосковеры в очередной раз случайно доказали что земля шарообразная интересно будет послушать их оправдание и попытки объяснить увиденное и даже есть вероятность что авторов этого видео припишет к засланным масоном для дискредитации плоской земли кажется у них такое правило кто облажался тот засланец но это уже тема для отдельного видео в общем кривизна как и ожидалось зафиксированы выводы как всегда делать вам всем спасибо за просмотр и всего вам доброго